сегодня 4 сентября 20 года завтра и послезавтра передают дожди и так получилось что сейчас пауза работе у меня поэтому я принял решение сегодня вот в этом курятнике который с уходом из всего мира этих курей превратится плавно в козовник вот здесь в этом помещении сделать лестнику лесенка будет вот отсюда и идти на чердак на чердаке здесь будет храниться сена пока там ничего нет сегодня если я сделаю лестнику то я перетащу сюда сена на чердак часть сена и потом еще съели закуплю тюки тоже буду складировать их на этом чердаке буду их складировать и этот люк с лесенкой позволит мне легко спускать это сено прямо сюда здесь рядом с этой лестнице я поставлю кормушку для коз чтобы отсюда например спуститься спускаюсь вниз сеном и в кормушку складываю это сено вот эти жидочки уберутся с неожиданным уходом курить жизни и эти жидочки уберу все и здесь сделаю пологи для ночевки коз потом но после чистки всего этого курятники здесь будет общая кормушка для коз сена будет лежать для сухого корма там будет возможно но здесь будет полога чтоб они ничего не сегодня задача такая сделать здесь лесенка лесенка будет вот отсюда и идти вниз сюда ну вот я приготовил необходимые инструменты с которыми я буду пользоваться это сварочка это болгарочки отрезная машина для металла отрезаем машина для дерева стульчик для удобства электроды тут лежат вот они собственно эти своеобразные тетивы вот которые будут у лесенки лесенку я планирую сделать двойную то есть вот эти две линии на которые будут привариваться ступеньки и еще сверху будут в пологом состоянии так приварены две линии чтобы можно было по этой лесенке сверху спускать тюк сена то есть он тюк на этих двух линиях будет скатываться чтобы он не задирался на ступеньках то есть вот эти ступенечки поперечины именно ступеньки они будут как бы зажаты между этими четырьмя прожилиными от этими направляющими вот лестница будет ставится сюда вот так будет ставится лесенка и чтобы она не падала и чтобы она всегда могла стоять даже в тех в тех случаях когда крышка будет закрыта вот здесь я еще наращу одну балочку как минимум одну и на лестнице сделаю прививающего такие туда как бы ну крюча не крюча но такие две штучки которые будут вставляться наставляться на эту балку скорее всего это будет так ну даже еще подумаю и сейчас прежде всего прежде чем начать изготавливать саму лестницу нужно померить проемчик сам и подобрать ширину лесенки чтобы она свободно вставала сюда в этот проем но не было слишком узкой чтобы было достаточно удобной функциональной поэтому сейчас померю проемчик рулеточка и буду раскладывать направляющие этой лесенки чуть меньше этого проемчика но так чтобы она свободно сюда входило ну вот сделал разбивочку такой макетик на которой уже буду стелить собственно ступенечки вот проемчик получился здесь примерно 75 сантиметров может быть чуть чуть меньше 74 73 поэтому лесенку я для удобства решил сделать 65 сантиметров шириной эти направляющие у меня были тетивы направляющие линии вот эти я не стал меня длину они меня трехметровые я думаю так как есть так и войдет если даже все-таки по высоте она будет как-то мешать проходить в этот проем я эту лесенку потом возможно там в конце укорочу но я так прикинул должна она быть нормальной никогда по ним буду подниматься например уже вот в этот край проемчика в начало сюда в эту малышку меня задевать не буду ни головой не плечами то есть в принципе уклон будет более пологий но задевать я не буду эту булочку и это будет в принципе удобнее залазить и слазить по такой лесенке но так как уклончик будет опять же более пологий значит нагрузка будет на лестницу на выгиб будет увеличен поэтому здесь вот эти конечно из 20 на 40 из 40 на 20 трубочки эти линии они не пойдут они будут маловато конечно их выгнет поэтому вот это своеобразное усиление сверху пойдет которая еще из двух линий таких же она даст эффект ферм очки все будет связано будет двойные линии такие связаны между друг другом как ферм очки вот и будет по сути ферма двойная и это уже даст необходимая прочность чтобы эту лестницу не выгибала под весом человека частиком ступени я планирую этой лесенке подъемом 25 сантиметров меньше это будет слишком жирновато так сказать но больше слишком круто будет будет тяжело поднимать ногу пожилому человеку кому-то если нога будет болеть например это уже быть в тяжесть 25 сантиметров в принципе будет достаточным для подъема ноги разбил эту ну лесенка высотой в длину вот этой линии получилось три метра всего ступени получилось 11 штучек я даже подписал номерки у этих ступенек крайние уже есть осталось распилить 9 штучек приварить и потом приварить сверху еще две линии суда следующий этап работы будет заключаться в том что здесь я еще наварю сверху вот приготовил уже две линии вот эти две линии я приварю на эти ступенечки чтобы дать возможность для первых для укрепления самой конструкции может это усилит ее прочность чтобы ее не гнула во-вторых дать возможность это использовать как рельсы своеобразные попробую на них скатить тюки если слишком широко тут не полоса я посередине еще одну потом линию такой приварю чтобы тюк спокойно здесь съезжал вот эти штучки это внизу будут пяточки своеобразно что которые будут земельку врезаться и стопорить лестницу на месте наверху вот эти длинные штучки которые могут потом в будущем укоротиться это будут этими штучками лестница будет вставляться между балочками не закрепляться на одном месте как это будет все выглядеть в работе я попозже покажу а сейчас моя задача вот этим две направляющие их ровненько приварить по краям ну вот я сварил лесенку какой она должна быть хотя бы примерно на данный момент конечно возможно когда по месту сейчас буду монтировать будут какие-то нюанс какие-то погрешности но в общем и в целом лесенка уже в принципе готова возможно наверху заместо тех вот 4 очках возможно придется приварить крюки может быть ничего не надо будет варить поэтому сейчас все покажет монтаж на месте сейчас моя задача это открутить во первых это прикрутить балочку куда эти с зазором от пола куда эти штыри будут вставляться в эту балочку и потом собственно поставить лестницу открыть люк или сначала открыть люк поставить лестницу и все и попробуйте эксплуатировать если все нормально то на днях я ее еще покрашу как буду красить тоже сниму и она встанет на свою службу на долгую надеюсь он сейчас только закончил монтаж балочки и оставил лесенка вот она стоит хорошо функционирует ты очень крепкая и будет выполнять свою роль я думаю хорошо вот так она выглядит сбоку шаг ступень ступень действительно оказался очень хороший удобный единственный недостаток в монтаже что одному человеку не совсем удобно и монтировать из-за ее веса вот тут получилось килограмм 60 наверное лесенка может быть 70 и поэтому в одного не совсем удобно но зато один раз поставил и пользуешься лесенка получилось очень крепкой очень надежно не сгибается проверял даже прыгал на не вот так она стоит здесь просто на земле там пяточки который показал приварил то не фиксирует ее на месте и здесь она вот этими штырями наподобие крючков она зацепляется за балку которую я постарался найти самую толстую что у меня было вот такой подходящий по размерам и закрепил ее на саморезы с той стороны несколько штучек из этой стороны несколько штучек плюс два очень мощных самореза здесь не вырвется если даже что-то в будущем будет предвещать это всегда эта балочка можно и усилить и заменить но сейчас можно в принципе попробовать подняться наверх по ней спуститься вот я поднимаюсь она совсем нисколько не играет люк прикрыт но я его просто сейчас приподниму одной рукой даже я его сдвинул этот вот плечок и поднимусь и наверх вот так она здесь будет лесенка ничего сложного может показаться что переварена на прихватках но на самом деле право приварил я электродами у не прогревал хорошо поэтому она держится прекрасно но так выглядит я поднялся наверх и вот так она будет здесь нет лестницы и не будет потому что когда здесь будут закидывать лес сенотюки я буду ставить леса и сначала закидывать на леса потом уже с лесов сюда эти дверки в принципе всегда будут закрыты для чего я тоже сейчас сделаю здесь запор балочку засохну не засохну запор как назвать я еще вот а это здесь будет везде сено по бокам бросовано иззади будет все все не ее суда в этот люк я буду это сильно спускать козочкам вниз но и сухой корм возможно тоже здесь будет ли них по крайней мере этот чердак освобождался и планировался именно сейчас как сильник вот такая лесенка получилось интересные люк по размерам получился шикарный можно будет спокойно проносить сено тюк лесенка широкая удобная и в принципе многофункциональная от служит здесь пойдет в другое место осталось такое покрасить но покрашу я на днях завтра после зазра дожди потом работа течение месяца думаю будет покрашена лесенкой теперь поднялись надо спуститься поэтому спустимся шагу ступенек 25 сантиметров что это самый оптимальный шажок очень удобно а а а